Меня зовут Галкин Никита. Собственно говоря, тот слайд, который я традиционно ставлю на конференциях, где выступаю, насчет того, что я верю. И, собственно, я считаю, что сложности, они не в технологиях, они в людях. И вы работаете с людьми, вы делаете сложную работу, и я хотел бы, чтобы та боль, тот пейн, который у вас есть, он доставлял вам удовольствие, чтобы вы говорили с разработчиками на одном языке. Я услышал этот смех, это что-то BDSM-ское было, да? Вот, ну, давайте все-таки о том, что есть. Вот эта вот картинка, она традиционно иллюстрирует разницу между бэкэндом и фронтэндом. Если кому плохо видно с задних рядов, тогда можно зайти на спикердекс, слэш галкин, там слайды уже есть. И можно, соответственно, со своих ноутбуков на них посмотреть. А какие у вас ожидания? С чем вы хотели бы уйти с этого мероприятия? Вариант с чужим ноутбуком не катит. Вот, ну, что бы вы хотели? Вот задумайтесь просто на секунду, в тот момент, когда у вас есть какие-то ожидания, вы понимаете, чего вы хотите достичь. Во-первых, вы сможете и комментарии, или вопросы в тему задать. Вот. А во-вторых, возможно, тогда наши цели совпадут. Потому что я хотел бы дать вам в рамках этого доклада лучше понимание, о чем, собственно, говорят эти айтишнички. Вот. На слайде типичный диалог. На самом деле это то, что я скопировал сегодня, проснувшись из скайпа, нашего командного скайпа. Там буквально две фразы, ребята, обменялись. Наверное, ништяк все поняли. А вот что такое там? Приехали билды, потеряли доступ к битбакету, environment, чё? Вот, собственно говоря, чтобы это было понятнее, я и хочу с вами рассказать. Вот, чтобы вы потом могли... Вот эта вот картинка первая была в гугле по запросу «Женщина понимает мужчину». Вот. То есть я просто... Ну, нужно было как-то вас там повеселить, потому что будет много хардкора, технического жестяка. Собственно, план моего доклада, план на сегодня. Это рассказать вам, как выглядит процесс разработки. Я открываю эту конференцию, метап, нужно все-таки об этом сказать немного. Поговорить о подходах и поговорить об инструментах. На самом деле в тот момент, когда вы видите там набор ключевых слов в описании вакансии, то это, скорее всего, речь идет об инструментах и о том, какие подходы используются. Можно догадаться по каким-то аббревиатурам. Но когда вы разговариваете с кандидатом, он будет вас спрашивать, а как вы разрабатываете? А вы даже не знаете, как это спросить. Поэтому именно такой процесс разработки подхода инструмента. Именно в таком формате я буду вам рассказывать. Но еще я попробую это сделать немножко веселее и разбавить это какими-то историями, байками из IT. Поехали. Итак, история номер ноль. IT это сложно. Нет, это не сложно. На самом деле, во-первых, для вас, для девочек, есть отличное расширение. И, господа, я понимаю, что тут есть и приглашенные мужчины, но я буду обращаться скорее, девочки. Простите меня, пожалуйста. Вот это приложение для хрома, которое вы можете поставить, и заходя на тот же самый LinkedIn, называется Glossary Tech, у вас будет подсветка ключевых терминов, ключевых технологий, инструментов. И вы просто наведетесь, и вот там Node.js, мой основной инструмент, он сразу же возьмет вам и покажет, а что же это, собственно говоря, такое. Надеюсь, такая вещь сделает вашу боль немножко приятней. Кроме того, если мы говорим, что IT это сложно, ребят, ну давайте возьмем, посмотрим. За прошлый год чаще всего я сбрасывал ссылку, когда мне спрашивали кто-то из ребят, а как бы мне войти в IT? Вот, популярный вопрос, да? Вот, я сбрасывал вот эту вот ссылку, roadmap, как стать веб-разработчиком в 2017 году. Вот, это классная вещь, там вот много вот таких вот понятных картинок. Вот, на самом деле, я считаю, что IT это сложно, потому что оно понятно, оно разложено по полочкам, это можно повторить. А вот когда вы хотите стать крутым парикмахером или шикарным спортсменом, ребят, ну давайте скажем прямо, вот там вот повторяемость куда сложнее. В IT же, когда ты хочешь что-то выучить, ты знаешь, где это найти в гугле. Вот, а когда тебе нужно понять, делаешь ты работу хорошо или плохо, ребята, мы запускаем код и мы видим, работает он или нет, выполняет он ту задачу, для которого он написан. Поэтому IT это не сложно, IT это просто. То, что много терминов, ну, для этого мы здесь и собрались, чтобы в них немножко разобраться. Вон там вот каждый, кстати, из маленьких этих квадратиков, я понимаю, что, наверное, даже с первых рядов там не прочесть, что написано. Вот, есть какой-то из терминов, о которых я вам буду рассказывать. Итак, процесс разработки. Это мишка, и мы просто не туда поставили зубы, не с той стороны. На самом деле, наибольшая часть боли, которую испытывают разработчики, связана с людьми. Для того, чтобы повторять результат взаимодействия с людьми, мы делаем процессы. Если отмотать время лет на 30 назад, то на самом деле самым популярным процессом разработки был waterfall. Сначала собрали требования, потом составили дизайн, ну, дизайн не в плане внешнего вида, а как должна бы выглядеть архитектура. Написали это все, проверили, ну и отправили на саппорт. И выяснили, что это совершенно не то, что нужно. Почему? Потому что, во-первых, на каждом из этапов происходило какое-то исхождение. А во-вторых, на самом деле, пока писали софт, прошло 20 лет. Ну, это реальный кейс из, например, разработки программного обеспечения в Соединенных Штатах. Вот, ну или даже если прошло два года, то, что хотели, что получилось, уже не нужно. Поэтому появилась такая вещь, как Agile. Наиболее простой формат… А, простите, этот слайд, я забыл. Вот на то время, когда это нужно было составить, то использовали и используют сейчас вот такое количество UML-диаграмм. Вот-вот-вот, их вот так вот много. Это различные способы, на самом деле, описать, а что нужно сделать. UML-диаграммы – это та вещь, которая крутая. Ее придумали для того, чтобы генерировать код. И когда ее пропагандируют, тут не часто говорят, программисты не будут нужны. 20 лет показалось, что, к сожалению, этот подход не работает. Программисты, как и рекрутеры, все еще нужны. Появился подход Agile. Вот это вот, например, скриншот из Jira, и вы видите сейчас Kanban. Идея Kanban – программисты просто двигают задачки слева направо. В прогрессе смотрят и код-ревью. И вот этот вот процесс методологии, он чаще всего используется для фиксинга багов. А вот это вот сейчас скрам. То, что много, сложно, непонятно. И вы знаете, вот на этом вот слайде нет рекрутера. И знаете почему? Почему? Потому что он не считается частью команды в разработке. Но, ребята, девчата, подходите, общайтесь с ними. Узнавайте, собственно говоря, какие инструменты они используют. Потому что ни один спикер вам не даст такое классное понимание, а что, собственно говоря, нужно на проекте, как тот человек, который на нем уже работает. И знаете, вот то, что я сейчас рассказал, вот эти вот три вещи, это все с точки зрения разработчика bullshit. Потому что на самом деле он пишет код. И вот процесс разработки – это на самом деле всегда уточнение требований, потом написание кода, потом код-ревью. В хорошей команде ребята смотрят код друг друга. Если этого нет, тогда это не команда, это набор одиночек. И вот тот момент, который чаще всего возникает вопрос у рекрутеров, а что из себя представляет код? Ну, это набор каких-то слов, какие-то идеи, которые записаны. Но не код на самом деле нужен заказчику. Заказчику нужен артефакт. Под артефактом, если мы говорим о мобильном приложении, это будет то, что вы сможете исключать с Marketplace или с вашей iOS-приложения, или с Google Play. Если это будут приложения, которые вы хотите поставить себе на ваш компьютер, не дай бог это Skype, то именно этот установочный файл будет. В бэкэнде это, соответственно, то, что будет разворачиваться на сервере. Двигаемся дальше. И следующая история, чтобы вас немножко развлечь, это классная картинка, да? Вот кто задает вопрос, кем вы видите себя через 5 лет, вы идете вон и появляетесь все больше на глаза. Так вот, вот это реальные скриншоты из переписок из LinkedIn, отзыв на DAO. Вот с левой стороны, например, если вам видно, то вопросы отличаются только позицией. Вот вы рассматриваете или нет? С правой стороны, там я написал о том, что… А где отзыв, собственно говоря, нормальный? Да-да, я его предоставлю. Шли годы. Вот. И вот это вот та ситуация, которая есть на самом деле постоянно на рынке, потому что взаимодействие с рекрутерами у разработчиков, как вы, наверное, это читаете на этом интересном IT или Ебаном, кто как его называет. Вот. Я недавно получил отзыв, что не нужно материться во время общения с рекрутерами. Человек просто не знал об этом. Так что, получается, исходя из вот этих вот вещей рекрутеры не нужны? Я считаю, что они нужны. Вот в Global Logic, если открыть этот слайд из нашей корпоративной системы, фотография той девочки, которая закрыла последнюю вакансию в нашей команде. И вы знаете, вот красным там выделено то, что нужны на самом деле специалисты по подбору талантов. Вот парадигма меняется. И сейчас, если мы говорим о том, что вы нанимаете или помогаете в процессе найма, то это не просто рекрутинг. Это не просто быть рекрутером. Это еще и разбираться. Это не быть техническим рекрутером. Я всегда стараюсь посоветовать в рамках своего доклада какую-то из книг. Вот сейчас вы видите ссылку на классную статью, как поменять свой майнсет, чтобы вы не просто писали человеку по набору ключевых слов, но и давали ему какую-то ценность. Потому что общение с таким специалистом, не рекрутером, будет давать ценность. В то время как, если это просто рекрутер, тогда, ну, извините, бот может это сделать быстрее и проще. Итак, история о том, что рекрутеры не нужны, а нужны специалисты по поиску талантов закончена. Переходим к подходам. Первый момент, который отличает, на самом деле, какой именно бэкэнд нужен, это или у вас на клиенте будет происходить рендеринг, или это будет происходить на бэкэнде. О чем речь? На самом деле, для того, чтобы отобразить что-то в вашем браузере, вот этой вот программке, где там Firefox, не дай бог Internet Explorer, Safari, Chrome, должен прилететь HTML. И вот для того, чтобы показать данные, браузер может или сделать запрос и получить эти данные и в вашем темплейте их отобразить, или, может быть, сразу же с сервера придет отрисованная картинка, полностью уже готовая HTML для того, чтобы его показывать. Вот это вот ключевое различие. И на самом деле, если вы общаетесь с разработчиком, который пишет на PHP, то, скорее всего, он будет делать сервер-сайт рендеринг. А если же это специалист, который пишет, например, на Node.js, и, например, нужно еще сделать, чтобы была поддержка для мобилочек, то это, скорее всего, будет client-сайт рендеринг. То есть бэкэнд будет отдавать только данные. А уже как их представить, это задача фронт-энд-разработчика. Следующий из подходов, в которые нужно ориентироваться, это, на самом деле, по какой парадигме будет реализован код. Они, на самом деле, очень простые. Или request-response, то есть компьютер к удаленному серверу делает запрос и говорит, а дай мне, пожалуйста, страничку. А сервер говорит, на, подгрузит на необходимые тебе стили. Это request-response. Если в течение какого-то фиксированного таймаута не произошел ответ, тогда будет отображена ошибка. Вот тут вот нужно понимать, что процесс коммуникации происходит синхронно. Вторая парадигма, на самом деле, очень часто для пользователя не видна, потому что мы привыкли работать синхронно с нашим компьютером. Мы чаще всего видим это при просмотре, например, наших уведомлений в мобильном телефоне или просматривая почту, ну, папочку со спамом. Потому что вот это вот, PubSub, это асинхронная работа. Есть какой-нибудь посредник в виде, там, RabbitMQ или какого-то другого инструмента для организации очередей. И вот тут вот у нас есть какой-то паблишер, который говорит, произошло событие, например, зарегистрировался новый пользователь. И, соответственно, Backend ставит в очередь задачи через полчаса ему отправить «Привет, я фаундер Вася, спасибо, что зарегистрировались на нашем проекте». А через два дня отправить ему «А заполните, пожалуйста, вот эту формочку, поделитесь с нами вашим впечатлением от нашего продукта». Это как раз PubSub. Следующая вещь, которая в обязательном порядке есть на проекте в том или ином виде, даже если ее нет, это значит, что она просто так организована, это Continuous Integration и Continuous Delivery. Ой, что-то как-то на этом слайде плохо видно. На самом деле вот тут вот степы. Это планирование, написание кода, компиляция кода в артефакт, проверка, релиз, деплой и, соответственно, это у нас поддержка. Вот эта вот часть, это называется Continuous Integration, когда наш код интегрируется на каждом из этапов. Почему это важно в текущее время? Потому что до того, как были созданы автоматические системы интеграции, такие как Jenkins или Travis CI, до этого наибольшие затраты бизнеса были именно на этапе интеграции, когда разработчики, например, 15 человек, должны были каким-то образом сделать, чтобы все, что они напилили, например, за месяц, тратят еще две недели, чтобы согласовать, как же это выглядит. А вот Continuous Delivery – это как раз та вещь, которая нужна для того, чтобы код начал приносить пользу. В современном мире нормальная ситуация, когда delivery или деплой – это синонимы на самом деле в мире программного обеспечения, может происходить 10, 15, 50 раз в день. То есть если посмотреть на Facebook тот же самый, то количество деплоев у них в день исчисляется тысячами. Следующий подход, который важен для… Да, кстати, это эмоджи, который обозначает какашку. Следующий подход, который нужно понимать на бэкэнде – это или монолит, или микросервисы. Если мы говорим о монолите, тогда это на самом деле один большой проект, который, если вы хотите каким-то образом улучшить, то вы тронете в одном месте, может посыпаться в другом. Это самая популярная картинка, наверное, о микросервисах и монолите, хотя почему-то книга, самая популярная о микросервисах, имеет у себя соты и пчелок. Ну вот как-то не состыковывается. По-моему, последнее… Нет, еще три слайда по подходам. Я понимаю, что я вас втомляю. Еще есть разница в подходе – это императивное программирование или декларативное. С правой стороны у вас, соответственно, декларативное. Декларативный подход говорит, что сделать. То есть, если вы, например, говорите, «Милый, а сделай мне, пожалуйста, чай». Это декларативный подход. А вот если императивный, «Милый, оторви, пожалуйста, свою задницу с дивана, пойди на кухню, поставь чайник, завари, пожалуйста, зеленый чай, добавь мне две ложки сахара и принеси чашку, и желательно бутербродик еще». А, нет, это уже часть все-таки декларативного будет. Может, не описываем открыть холодильник и прочие вещи. Так вот, на самом деле, писать и поддерживать программу разработчикам легче в декларативном стиле. Но для этого нужно, чтобы компьютер уже знал, а что мы подразумеваем под фразой «сделай чайку». Если эта речь идет по классическим вещам, как, например, с правой стороны, может быть, кто-то из вас знает, это написан запрос в базу данных, это понятно, потому что любой из разработчиков бэкэнда работал тем или иным образом с декларативным стилем для написания запроса в базу данных. В то время как в императивном стиле компьютер нужно еще научить, чтобы он понимал, а что ты от него хочешь. Еще очень часто вы можете видеть в описаниях вакансий всякие TDD, BDD и прочие аббревиатуры. Большинство из них имеет окончание в конце 2D, это значит Drive Development, то есть что делается в начале. Синонимом этого может быть Test First или Specification First. На картинке вы видите, например, как в Test Drive and Development происходит. Сначала делаются тесты, которые, естественно, падают. Потом имплементируется эта функциональность, и тесты начинают проходить. Потом делается рефакторинг, сделают, чтобы оно все-таки выглядело как-то получше. Это тот подход, которым рекомендуют пользоваться, если все равно нужно писать тесты. Так напишите их в начале. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что во всех… Это я уже перевеснул, еще не заснули. Ладно, двигаемся к следующим аббревиатурам. Прикол в том, что еще в описании подходов очень часто могут использоваться аббревиатуры, которые разработчики знают, что обозначают. По сути, эти аббревиатуры с точки зрения рекрутинга, оно представляет из себя тоже набор ключевых слов, которые разработчикам немного что нужно, потому что это теория, это не часть написания кода. В ходе написания кода мы руководствуемся этим принципом. Например, говоря о Solid, мы говорим то, что один файл должен реализовывать одну функциональность. Букавка S из этой аббревиатуры как раз и обозначает Single. Если мы говорим о Dry, это Don't Repeat Yourself. Если мы говорим Kiss, Keep It Simple, запятая Stupid. Это стоит просто расшифровать, и они сделаны как мнемоники для того, чтобы разработчики запоминали их. поэтому домашнее задание. Посмотрите значение этих аббревиатур или поставьте себе приложение, о котором я говорил в начале, и оно вам будет расшифровывать. Следующая история. Аутсорс — это надолго. Поднимите, пожалуйста, руку, кто работает в аутсорсе. Супер. А кто работает в продуктовых компаниях? О, вот это для меня хорошая репрезентабельная статистика. То, что на подобном мероприятии даже больше рекрутеров из продуктовых компаний. На самом деле, нанимать людей в продуктовые компании, я считаю, что проще. Почему? Такой вопрос. Кто знает, что это за человек? Из циклума? Отлично. Я смотрю знакомое лицо. Вы знаете, это, хочу сказать, Торбан. Это тот человек, который сколько там, 12 лет назад посмотрел то, что разработчик в Европе стоит в 10 раз дороже, чем разработчик в Киеве. И сделал вот так. Потому что перепродавать это всегда выгодно. И аутсорс на самом деле, это, ну если мы возьмем, посмотрим самый ужасный аутсорс, который может быть, это продажи часов. Вы могли видеть какие-то маленькие компании, которые очень часто фигурируют на интересном IT, потому что они перепродают часы с Upwork. Не нанимайте в такие компании. Не порте себе карму. Не работайте с мудаками. Если мы говорим о перепродаже голов, вот, тогда это может быть или аутсорс, или аутстав, или тим экстеншн. Тим экстеншн – это та модель, по которой я работаю сейчас. Мы общаемся не только с менеджерами с той стороны, со своей стороны, но мы общаемся с инженерами. Соответственно, в аутсорсе тогда это полностью просто передача запилите нам вот это вот приложение. В аутстафе у нас менеджер находится, соответственно, со стороны заказчика. Но самое крутое – это, естественно, продукт. По вот этим вот моделям, если мы возьмем, посмотрим, наиболее долговременное сотрудничество разработчика с компанией происходит, естественно, в продукте. Почему? Потому что он чувствует, что он делает. Он понимает клиентов, конечных клиентов. Это доносится в продукт. Если мы смотрим аутсорс, то слишком часто происходит искажение информации, происходят лишние степы и вот той вот ценности, которую каждый из разработчиков хочет испытывать. Мотивация, что она не только денежная, правильно? Ее в аутсорсе не происходит. Поэтому, если вы посмотрите резюме любого из разработчиков, в аутсорсе в среднем люди работают полтора года. В продуктовых компаниях значительно больше. Мы переходим к наиболее технической части, это к инструментам. Давайте возьмем и посмотрим снова на фронтенд и бэкэнд. Я же вроде как вам по бэкэнду больше рассказывать должен. А можно сейчас призумить? А, человек уже отошел от этого. Вот смотрите, вот это у нас с левой стороны мальчик-пользователь. С правой стороны у нас красивый фронтенд и бэкэнд, который выглядит снова страшно. Если посмотреть вещь под названием статистика, то тут у нас четко видно, что если мы смотрим на приложение, то веб-бэкэнд это то, что делают чаще всего разработчики. Чем это вызвано? Почему это даже немножко больше, чем веб-фронтенд? Это вызвано тем, что больше половины людей работают как фулл-стекер. Если мы говорим о специалисте, например, по PHP, учитывая то, что там будет, скорее всего, сервер-рендеринг, ему нужно будет знать не только сам PHP, но еще и JavaScript и HTML. Поэтому получается такая ситуация, что веб-бэкэнд у нас занимает очень много. Вы также можете увидеть на четвертом месте enterprise, backend services. Это как раз то, что я называю кровавый enterprise. Это то, что происходит в банках, крупных компаниях и прочее, прочее, прочее. Термины. Давайте немножко добавим терминок. Если мы говорим о языке программирования, как вы понимаете этот термин? Как какой-то птичий язык, на котором разработчики что-то там пишут, и оно каким-то магическим образом превращается в работающее приложение, да? Спасибо за лайк. На самом деле, если вдуматься, то любой из этих языков по классике у нас написан на английском языке. И он использует лексемы, небольшой набор синтаксиса английского языка. Например, там if, while и прочие вещи, которые позволяют хороший код просто читать. Даже на незнакомом языке. Поэтому основная сложность для, скажем так, программистов, это как правильно называть переменные. Для того, чтобы правильно можно было понять, что же в этом коде написано. Следующая вещь — это фреймворк. Вы видите рядом два слова, два термина фреймворк и библиотека. На самом деле фреймворк — это набор библиотек. То есть библиотека — это код, который уже написан, и он что-то делает. Он предлагает вам как раз вот эти вот лексемы. Вы, например, можете сказать «Сделай запрос на бэкэнд». И вот это вот словами «Верните, пожалуйста, слайды». Мне без них тяжко. А, да, это тут как раз пошули часики. Библиотека — это какая-то готовая функциональность, которую можно подобавить в ваш проект. На самом деле разработчики сейчас не пишут с нуля. Они пользуются пакетом, менеджером зависимости, который вставит необходимый пакет. В каждом из языков программирования он называется по-своему, но суть одна — ввести какую-то команду, чтобы вам автоматом подтянулась нужная библиотека по вашему названию. Библиотека — это набор каких-то команд, которые уже за вас написаны, вы можете их использовать. Если вы возьмете несколько библиотек, то их можно объединить в фреймворк. Но чтобы это было не просто набором библиотек, нужно еще добавить какую-то философию. Из разряда «Мы реализовываем такой тип приложений, при этом мы пользуемся такой вот парадигмой». Ну, помните, там императивный, декларативный, папсап, вот эти вот все вещи. Кроме того, мы раскладываем наши файлики по папочкам таким вот образом. Может быть, даже у нас есть там какое-то комьюнити, которое верует, и тут подставьте имя фреймворка Angular, Symfony, или что там будет нужно. О менеджере зависимости я и сказал, на самом деле еще важная вещь, еще важные термины — это артефакт и сборка. Когда вы хотите из вашего кода сделать что-то, что можно уже отдать заказчику в руки, чтобы он с этим поигрался, это как раз и будет артефактом. Если мы говорим о таких языках, которые нужно компилировать, например, как Java, простите, рука устала, такая вещь как Java, тогда это нужно, соответственно, скомпилировать. Если это у нас, например, будет PHP, тогда это нужно просто запаковать нужным образом, потому что это исполняемый код точно так же, как, например, JavaScript. Ну и последнее в списке — это инфраструктура. А где вообще это будет работать? То есть если мы с вами говорим, например, о фронтендерском коде, тогда его результат работы — это ваш браузер. Если мы говорим о мобильных приложениях, то он работает, соответственно, на соответствующем типе мобильного устройства. Может быть, это планшет, может, это будет iPhone, может быть, Android. Если мы говорим о бэкэнде, то инфраструктура — это где именно разворачивается, на каких веб-серверах или в каком клауде это будет. Двигаемся дальше. Облачная инфраструктура, она на текущий момент для бэкэнда и то, что вы видите чаще всего в описании вакансии, представлено такими ключевыми словами. Это AWS — Amazon Web Services. Та вещь, которая на текущий момент является стандартом в мире стартапов. То есть если вы хотите что-то развернуть быстро, то это, скорее всего, будет AWS. И, ну, скажем так, количество продуктов, которые они предлагают для айтишников, чтобы что-то развернуть быстро, является, наверное, наибольшим. Heroku — простенькая, хиппи-сердская система, которая началась с Ruby. И сейчас чаще всего используется Node.js разработчиками для того, чтобы развернуть что-то быстро и дешево. Google Cloud. Что такое Google, я думаю, представлять не нужно. А Cloud — это, соответственно, облако от Google. Этот инструмент чаще всего используется, когда нужно сделать какой-то стартап не в мире веб, а, например, в машинной лернинге. А мне не дают обратную связь? Сколько у меня там времени еще, чтобы я как-то... Все будет. Хорошо. Вот. Digital Ocean — это, соответственно, у нас тоже облачный хостер, но его ключевая фишка — то, что он дает вам возможность быстро переходить с одного вида железа на другое. Ну, скажем так, как говорят айтишники, взять, поставить тазик побольше. Digital Ocean — это в мире PHP чаще всего хостят именно на нем. По сути, это получается самый удобный вариант хостинга, потому что есть такое понятие, как виртуальный хостинг, когда у вас нет на самом деле выделенного сервера. И вот это промежуточный вариант, когда разработчику нужно просто развернуть, у него нету там DevOps, нету хороших навыков какого-то конфигурирования системы. Да. Да. Кай, сюда его нужно было добавить. Я просто не сильно сторонник продуктов от Microsoft. Я, по-моему, даже в списке бэкэнд-языков забыл добавить .NET. Ну как? Ну как, забыл. Просто я решил ограничиться пятью, и .NET, исходя из моих предпочтений, сюда не вошел. Во-первых, Microsoft, Azure чаще всего используются сейчас, когда нужно написать какого-то чат-бота, потому что они сделали очень крутой инструмент. То есть ты там во что угодно можешь. В Slack, в Facebook, в Viber, прочие вещи. У них очень крутая интеграция, и они поддерживают ее. Потому что мало написать продукт, нужно его еще и поддерживать. Вот. Это раз. Два. Это все вещи, которые написаны на .NET, и, соответственно, связка с Microsoft продуктами. Потому что вы можете сделать, например, приложение на .NET не только для веба, но и для десктопа. Вот, кстати, супер. Задавайте вопросы. Это будет полезно и вам, и мне. Потому что в слайды все запихнуть, ну, простите, это тяжело. Вот. И по облачной инфраструктуре для бэкэнда еще есть? Да. Это облачная инфраструктура, где именно будет работать бэкэндерский код. То есть тут сказать, что это только бэкэнд, без девопса нельзя. Это та вещь, где должен работать бэкэндерский код, чтобы в тот момент, когда человек ввел что-то в браузере и отправился куда-то в запрос, оно будет работать здесь. Почему это вообще называется облако? Потому что вам нужно, чтобы оно по требованию бизнеса так, о, у нас теперь не 10 пользователей, у нас теперь 10 тысяч. Ребята, а в чем у нас все не работает? Так нужно тазик больше поставить. А в облаке у вас хлоп, оно само отмасштабировалось. Было маленькое облачко из пара, а тут такой хлоп на все небо. Вот это вот как раз об этом. Слушай, вот давай не будем о деньгах, ладно? На самом деле, если посмотреть текущие реалии, то бизнес зачастую смотрит в первую очередь на time to market. В тот момент, когда разница, например, будет в полгода, а стоимость будет, например, на 100 тысяч долларов больше, тогда бизнес, учитывая то, что это стартапы, это всегда заемные финансы и так далее, насыпят им на 100 тысяч больше. Кроме того, у всех вот этих вот ребят есть какие-нибудь программы, в которых можно зарегистрироваться как стартапы и получить денег на халяву, для того, чтобы их вот тут вот использовать. То есть в IWS, например, там 50 тысяч, в Azure 20 тысяч. Это вот то, что хватит команде на самом деле стартапа на ближайший год-два, а потом, если что, можно будет или спрыгнуть на другое, или мы все равно закроемся. Базы данных. Понимаете сейчас вот какой момент? Я вам говорю об инструментах, не о языках. Почему? Потому что на самом деле разработчики, они ленивые, они не пишут с нуля. Точно так же, как они используют библиотеки, точно так же они используют какие-то инструменты, которые уже есть. И чаще всего таким уже есть, являются базы данных, как инструменты, чтобы сохранить ваши данные, чтобы они не потерялись. К таким можно отнести базы данных. Тут на самом деле еще нужно было бы добавить файловую систему. Когда вы в компьютере сохраняете какой-то файл, то это будет сохраняться, естественно, в файловой системе. Это тоже уже давно сделано. Точно так же, когда вам нужно сохранить данные, SQL ближе всего к тому, что вы видите в вашем Excel. То есть SQL, базы данных, они из себя представляют наборы таблиц, которые связаны с друг другом. Это давно проверенная с точки зрения математики опробированная модель. В отличие от NoSQL решения, структура данных должна быть определена до сохранения этих данных. К сожалению, в нашем быстро меняющемся мире и в agile разработке, когда ключевое это сделать что-то, показать бизнесу, получить фидбэк и новые требования, это, например, в течение двух недель, то в NoSQL, базах данных, вам не нужно определять структуру. И это сейчас преимущество, которое очень сильно используется в мире стартапов и в интерпрайзе в том числе. Обратите внимание, что на текущий момент, если мы говорим о базах данных, которые SQL как расшифровываются, аббревиатура, ту, которую вы чаще всего, наверное, сталкиваетесь. Нет? Это синтаксис query landing. Это каким образом делать запросы к базам данных. Помните, когда там был декларативный стиль и с правой стороны был like a boss? Вот это вот о том, что здесь можно легко и просто сделать запрос. MySQL, та вещь, которая, наверное, сталкивается каждый из начинающих бэкэнд-разработчиков, потому что он начинает, скорее всего, с PHP. И связка PHP плюс MySQL является стандартной. Сейчас это переходит под новый термин, как MariaDB. Кроме того, наверное, стоит выдалить Oracle. Oracle — это вот тот кровавый enterprise, который не веб-ориентирован, а где это внутренние сервисы. Раньше такой человек, как DBA, Database Administrator, на Oracle мог получать 5-10 тысяч долларов. Но Oracle посмотрел, что им лучше самим получать эти деньги, а не разработчики. Он сделал инструменты, которые заменяют DBA. Поэтому DBA сейчас переквалифицируется, скорее, в DevOps. Postgres SQL является самой навороченной на текущий момент из open-source баз данных, которая имеет функционал, как MySQL, и возможность расширяться за счет плагина. По MongoDB могу сказать, что это классическая документно-ориентированная база данных. Что значит документно-ориентированная? Вы сохраняете какой-то документ с нефиксированной структурой. И это очень удобно бизнесу, потому что они могут менять на лету требования, и, соответственно, данные у них будут сохраняться, исходя из новых требований. Двигаемся дальше. Прочие вещи. Те инструменты, которые уже есть, и их должны использовать. Жень, а обратная связь, как это сейчас? Никит, ты как обычно забыл Microsoft SQL. Ну, да. Спасибо за обратную связь. А что, болит? Болит? Не работаешь с этой базой данных? Ну, я не знаю, как тебе сделать, какой совет, чтобы это было в удовольствие. Прочие вещи, те, которые, естественно, как инструменты используются разработчиками. Во-первых, это очереди. Когда я вам рассказывал о такой вещи, как PubSubPattern, когда у нас идет асинхронная работа между элементами в приложении, то это делается как раз через очереди. Классическая очередь является RabbitMQ, вот та, которая сейчас является стандартом по отрасли. Вот сюда можно добавить еще, например, очереди от AWS, которые автоматически скейлятся. Можно сказать ZeroMQ, но принцип будет один и тот же. Скорее всего, в конце будет две буквы. MQ, MessageQ. Виртуализация. Та вещь, которая позволяет разработчикам, будь то фронт-энд или бэк-энд, делать эквивалентное окружение на своей машине. Почему это важно? Потому что очень часто, лет 10 назад, разработчик, получив какой-нибудь бах или отзыв от пользователя, мог сказать, а что, у меня на машине все работает. И будет прав, потому что он не знает, как сделать точно так же, как у клиента на машине. Но может быть, у него там какой-то зоопарк. И проблема на самом деле в том, что у него сейчас включен антивирус на 100%. Вот. И поэтому приложение просто тормозит. А у программиста на компьютере такой проблемы нет. Поэтому виртуализация, такая вещь, как докер, чтобы виртуализировать один из процессов, например, базу данных, очередь, вот, или бэк-энд, чтобы работать с фронт-эндом. Или вагранд. Это виртуализация на уровне операционной системы. То есть, если нужно сделать виртуализацию того тазика, о котором я говорил уже несколько раз, в котором будет завернута и база данных, и куча других инструментов, то это будет использоваться вагранд. Операционная система. Если мы говорим о бэк-энд-разработке, то если это не микрософтовский стэк, то это будет на бэк-энде Linux. Если это микрософтовский стэк, тогда угадайте. Да, это Windows сервер. Мы с вами переходим к языкам. На самом деле та вещь, которая является базовой, наверное, при найме специалистов. На первом месте традиционно ставится джел. Потому что это на текущий момент самый старый язык и самый многочисленный. Еще десятки лет будет поддержка тех вещей, которые написаны в начале 2000-х. Потому что оно работает, и нужно это просто поддерживать. Работает, не трогай. Из фреймворков, вот этих вот набор библиотек, в мире Java чаще всего используется Spring или Hibernate. Стоит отметить, что в Java еще несколько лет назад Google вдохнул вторую жизнь тем, что они сказали, API для Android приложений будет написано на Java. Не стоит путать. Если это бэк-энд-разработчик, но у него написано то, что он там пилит на Android, не нужно предлагать ему вакансию по Java Enterprise. И наоборот, соответственно. Потому что вот этот вот набор библиотек, он будет разный. И паттерны, собственно говоря, проектирования, реализации будут тоже разные. То, что он сможет прочитать код, не значит, что он сможет его написать. Еще стоит, когда мы говорим о Java, обратить внимание, что есть такие языки, как JVM-based. Что такое JVM? Java Virtual Machine. Java на самом деле не компилируется вот в эти вот нолики и единички, как это происходит там в Assembler или в C++. Она компилируется в Java Machine-based код. И другие языки, такие как, например, Scala или J-Ruby, которые имеют другой синтаксис, имеют другие фреймворки, другие библиотеки, но под капотом превращаются в то же самое, то, что будет запускаться на базе JVM-машины. Если говорить о Java, то многие javistы пытаются перейти в Scala, потому что там язык написания как раз декларативный, более понятный. Но там есть одна проблема. Отсутствие комьюнити. То есть тех людей, которые могут ей помочь, подсказать, написать какие-то best practices, лидеры мнений и прочие вещи. Поэтому в Scala чаще всего разработчики испытывают боль и через год, через полтора возвращаются снова в мир Java. Двигаемся дальше. Нужно вас немножко развлечь. Байку про плюс 500 баксов. Все знают, как она появилась вообще? Откуда? Ну, давайте возьмем, посмотрим. Во-первых, у нас, естественно, идет конкуренция за таланты, которые вы нанимаете во всем мире. Вот тут, вот там вот красненьким, вот я попробую даже лазерной указочкой попасть, вот там вот. Выделена как раз одна страна из немногих, которая экспортирует во весь мир таланты. Имя ей Украина. Мы как раз здесь и живем. Если взять и посмотреть, то мало того, что люди заводят трактор, уезжают, так еще получается и внутри происходит переманивание специалистов. И вопрос, а кто начал? Я не зря поставил эту историю после Java. Потому что, сейчас скажу, 7 лет назад в Клюксофту зашел проект, когда нужно было в течение трех месяцев по договору им предоставить что-то там 200 плюс Java разработчиков. Представьте себе, с рынка нанять 200 разработчиков в течение трех месяцев. Насыпем бабла, они сами придут. Так и началась гонка на самом деле. И это одна из тех причин, почему аутсорс на текущий момент нестабильный. И башня зла у вас на экране. Следующий язык. В интернетах среди разработчиков ходит байка, то что я вот работал в порнохабе, писал на PHP им бэкэнд с большими нагрузками. Это же, наверное, стыдно. Чувак, ну все писали на PHP, всем нужны были деньги. Логотипом служит не чашка кофе, как у Java, а вот такой вот очаровательный слон. В фреймворках вы видите три фреймворка, да? Это основные фреймворки, те, которые сейчас живые. Но нет, это на самом деле два с половиной фреймворка. Потому что на самом деле Laravel построена на библиотеках из Symfony. То есть, что я вам говорил, что фреймворк — это набор библиотек. И со своими подходами и прочими вещами. Ну, разработчики Laravel посмотрели. О, Symfony классная, но она что-то, сука, сильно сложная. Да давайте сделаем свое попроще, чтобы люди могли пилить код и не сильно париться. Они еще добавили отличную штуку, там, командная тула. Как бы это так сказать попроще. Короче, ты набираешь клавиатуру и говоришь, а сгенерируй мне, пожалуйста, контроллер. И хлоп, у тебя сгенерируются сразу же нужные файлы, и ты просто добавляешь недостающий код. Отлично, мне показали время. Я оставлю еще время на вопросы. Вы знаете, было круто, когда вы задавали вопросы по поводу вот таких вот вещей. Давайте, может быть, по Java я отвечу на вопросы. Если они есть. Нет? Я вас уже усыпил. Есть? Давай. RX расшифровывается как реактивное программирование. Подход не только в Java, но и в многих других языках относится к тому, что вы начинаете работать в модели PubSub. То есть PubSub это что? Это произошло событие, нужно сделать какую-то реакцию. А RX-подход идет немножко дальше. Он предполагает, что у вас есть не одно событие, на которое нужно отреагировать, а набор событий. Так называемый поток событий. И там любое событие, вернее не так, любая вещь может быть представлена как в виде потока событий. Например, пользователь нажимает кнопочку в браузере события. Он начинает вводить текст. И нам нужно отправлять, соответственно, запрос на бэкэнд. Это тоже поток событий, которые обрабатываются. Java RX это другой паттерн организации кода. Он предполагает, что у вас есть какая-то граница вашего приложения, какая-то баундер, из которых будут генерироваться события, которые будут проходить и меняться. Возможно, будет делаться какая-то задержка для того, чтобы не реагировать на все подряд случайные события. Возможно, как-то это будет агрегироваться. Если посмотреть вообще на парадигму RX, она работает не только для Java. Она работает для всех языков программирования. И, например, RX-JS, то, что используется вместе с Angular на фронтенде. Я ответил на ваш вопрос? Супер. Давай. Секундочку, секундочку, микрофон. У кого еще вопросы есть? Микрофон? Давай. Если мы говорим о Kotlin, если я не путаю на текущий момент, это у нас тоже, по-моему, GVM-based вещь, продвигают этот язык, потому что это язык программирования именно. Те же ребята, которые делают самую популярную IDE, или набор IDE под разные языки программирования JetBrains. На Kotlin я не пишу, но текущий момент каких-то крупных проектов в Киеве, насколько я знаю, нет. Чаще всего сейчас это используется у нас QA-разработчиками, потому что QA хотят писать легко понятный поддерживаемый код. Они как раз пишут в декларативном стиле, и Kotlin предлагает и одну, и другую парадигму, и декларативную, и императивную. Поэтому Kotlin — это одна из тех вещей, которую стоит сейчас синие разработчикам изучать для того, чтобы добавить в свой стэк новые парадигмы, новые языки программирования. Супер. Двигаемся к PHP. Итак, PHP. По поводу фреймворков. Сказал, Symfony сейчас является наиболее, наверное, из мира PHP крутым. Laravel — наиболее простым. UI стоит сбоку приперку и каким-то образом умудряется выживать. Не знаю. Есть такое понятие, как система управления сайтом, CMS. В мире PHP есть друпал для каких-то таких серьезных проектов, и WordPress, который занимает на текущий момент, наверное, больше 20% всех сайтов в мире. Если смотреть по доменным именам, не по трафику. Потому что понятно. Если мы говорим о распространенности этой технологии, чаще всего лет 10 назад использовался PHP для того, чтобы стартовать проект. Например, тот же самый Facebook стартовал именно с PHP. Для того, чтобы решать вопросы с перформансом, они его тюнили, писали свой вариант. Проблема с PHP сейчас заключается в том, что тут по-прежнему очень низкий порог входа. Очень легко находить работу, но расти как разработчику очень тяжело. Кроме того, есть расслоение версий, потому что сейчас есть версия 5.6, в PHP есть седьмая. Разработчики, те, которые по сеньористе, естественно, будут искать проект, который написан на седьмой версии, потому что это сейчас актуальный технологический стайк. Вопросы? Опенкарт и Маджента относятся к специализированным системам управления сайтами для интернет-магазинов. Маджента является более продвинутой и подходит для интернет-магазинов уровня розетки. В то время как Опенкарт, я считаю, на текущий момент является морально устаревшей, там нету каких-то вещей, которые соответствуют требованиям рынка. И там очень слабая комьюнити. У Маджента, кстати, есть хороший плюс, в том, что офис разработки у этого опенсорсного решения находится как раз в Киеве. Еще вопросы по PHP? Никому не нравится слон? Ну ладно. Переходим к Python с змеем. В отличие от Java, который Enterprise решение, и PHP, который относится к сервер-сайт-рендерингу и является отличным инструментом для веб-разработки, Python занимается сейчас в немножко другое положение. Да, там есть наиболее популярный фреймворк для веб-приложений, который называется Django. Django освобожден, и все там, может быть, смотрели этот фильм. Пишется точно так же. Кроме того, Python используется для написания моделей в машину лернинга. Это не совсем бэкэнд, но он используется в том числе для этого и, естественно, для работы quality assurance, ну, тестировщиков, то, что мы пытаемся упростить, хотя это немножко разная вещь. Что стоит сказать по поводу Python? У него есть такая же проблема, как и в других языках, например, PHP, но она очень стоит остро. Это проблема расслоения версий. Сейчас в Python существует версии 2.6 и 3, сколько-то там. И чаще всего в тот момент, когда происходит выбор какой-то библиотеки, приходится проверять, а то, что оно именно под нашу версию подходит. Поэтому в мире Python-разработчиков версия, на какой ему идет язык, является то, что вы должны как рекрутер предоставлять им информацию, потому что это для них значимо. Вопросы по Python? Ну, у меня тоже по нему вопросов особо нет. Что тут стоит сказать? Если мы посмотрим на тенденции развития выхода в каких-то языков, естественно, за каждым из языков стоит какой-то из бизнесов. Вот за Python стоит на самом деле Google. Потому что несколько лет назад, лет 10 назад, когда они поняли, что у них есть шанс проиграть борьбу на десятилетия с Microsoft, который там с Visual Basic очень активно использовался как первый язык программирования, и, соответственно, люди потом, ага, я выучил Visual Basic, а что дальше? О, .NET! Вот. А бизнес такого масштаба, как Google, Microsoft, Apple, он на самом деле должен планировать на десятилетия. Поэтому они выбрали Python и начали его активно продвигать как первый язык для обучения в школах. И, соответственно, давали возможность на Python писать какие-то свои скрипты под их инфраструктуру, под тот же самый Google Cloud, еще в первой версии. Дальше. Ruby. Вот тот язык, который каким-то чудом смог выползти, не имея у себя за плечами никакого серьезного бизнеса. Хиттерский язык, на котором написано сейчас, наверное, 1, может быть, 2% сайтов, не больше. А фреймворк, на самом деле, язык развивался примерно одновременно. И вот Ruby, это логотип, это рубинчик, вот, если кто не догадался. И вот фреймворк назвался Ruby on Rails. Рубин на рельсах? Ну, как-то непонятно, но звучит прикольно. Вот. Еще один фреймворк популярный, это Синатра. Но и тут нужно сказать, что Ruby, на самом деле, это тот язык, который чаще всего работает вместе с вот такой вот вещью. То есть, если вы видите рубиста, который пришел к вам на собеседование без мака, гоните его в шею, это какой-то шарлатан. Чем это вызвано? Это тем, что вызвано, что, на самом деле, этот язык, он применяется не только для бэкэнда, но в том числе на маках мы используем, когда команды какие-то в терминале набираем, вот то, что девочкам проще нажать мышкой в красивом маке. Парни, чаще всего разработчики, набирают это в терминале, и у них это быстрее получается, чем клацать мышкой. Вот это брю инструмент как раз написан на рубях. Вопросы? Ты совсем, я просто дополню, совсем уже Ruby обидел. Такие инструменты, как Sentry, как GitLab, GitHub, потом части твитера были на Ruby, там до сих пор джекил остается на Ruby. Так что это большая инфраструктура. Ты так его выкинул просто. Да, но я тут отлично, осталось завести вот эти вот все проекты, то, что ты сказал, чтобы у нас были R&D-центры в Киеве, тогда это будет актуально. Не, ну для амсорса-то нет. Да, ну вот поэтому вот так. Кстати, кто не знает, это еще один из наших докладчиков, мой хороший друг Дмитрий. Но его будет рекламировать Ирина, не я. Мой любимый инструмент, и Дима, наверное, со мной согласится, это JavaScript. Так вот, чем JavaScript хороший и плохо одновременно? Во-первых, этот язык, который писали за 10 дней. То есть для того, чтобы вышла первая версия JavaScript, это потребовалось 10 дней. Нужно было с чем-то выходить. Для того, чтобы он взлетел, в его название вставили популярный язык программирования на тот момент. Как вы думаете, какой? Нет, Java. Вот, если мы говорим о бэкэнде разработке, то для того, чтобы запустить JavaScript не у вас в браузере, как он изначально был заточен, а на бэкэнде для этого нужна такая вещь, как Node.js. Из трендворков сейчас… Ой, а что мне тут делает UI? Как-то его при копипасте забыл удалить. Прошу прощения. Нет, там его нет и не должно быть. В Node.js одновременно и плюс и минус есть в том, что это сейчас наиболее популярный инструмент для стартапов. Есть уже устоявшийся термин такой, как min-stack, который обозначает Mongo, DB, Express, это вот этот фреймворк, вот Angular и, соответственно, Node.js. Какая проблема есть в Node.js в текущий момент? Во-первых, расслоение подходов, потому что очень часто одни и те же вещи не в самом Node.js, а в JavaScript могут реализовываться по-разному. Кроме того, есть разные версии JavaScript. Вы могли видеть там в требованиях к фронт-энд разработчикам ExmoScript 6, ExmoScript 2018 и прочие вещи. Они тоже вносят свои проблемы. Но это решается, наверное, попроще, чем в PHP. Почему? Потому что у Node.js есть четко различия. Во-первых, это фреймворк, на базе которого могут использоваться другие какие-то фреймворки, такие как Express и Coa. Во-вторых, есть четко план, сколько времени будет поддерживаться та или иная версия. То есть, если в октябре месяце началась активная поддержка 8.9.4, текущий long-term support версии, то понятно, что через два года она закончится. В мире PHP, когда говорят о версии, сколько будет она поддерживаться, то никто не знает. WordPress, например, поддерживает на текущий момент версию PHP 12-летней давности, потому что в мире существует более 1% пользователей в Ордпрессе, которые используют эту версию. И вот это та боль, которую я как разработчик, который ушел с PHP, с вами делюсь. Вопросы по Node.js? Окей, тогда, собственно говоря, я заканчиваю, отвечая на ваши общие вопросы. Вопросы можно в микрофон, пожалуйста. Окей, мы поняли, что вы не очень любите Microsoft и все их продукты, но расскажите немножко, пожалуйста, про .NET. Вы знаете, если быть честным, тогда вот тут нужно было бы говорить не только о .NET, тут нужно было бы говорить еще про Elixir, Golang, еще много других страшных слов. Окей, я расскажу сейчас, получается, о вот этих вот вещах. .NET. .NET, во-первых, имеет проблему то, что, опять-таки, различное версионирование. Это проблема любых из долгоживущих проектов, те, которые вышли в продакшн и поддерживаются. В тот момент, когда обновление языка имеет мажорную версию, то есть это нарушает брекинг компатабилити, то переход с одной версии на другую – это инвестирование со стороны бизнеса дополнительных денег, несмотря на то, что разработчики будут писать быстрее и продуктивнее. В .NET это одна из ключевых проблем. Вот, дальше. Если мы говорим про .NET, то любой .NET – это только Microsoft архитектура. Вы не сможете на .NET, например, написать под Mac или под Linux. И .NET чаще всего используется не как веб, потому что вы могли обратить внимание на одном из моих слайдов, когда я говорю, смотрите, есть веб-девелопмент, есть энтерпрайз. Вот .NET используется чаще всего именно в энтерпрайзе. Следующая деталь, о которой, наверное, стоит сказать, то, что на текущий момент, я говорил про ботов, и в Azure стеке очень сильно реализован Internet of Things. И .NET – это сейчас та вещь, которая в том же самом глобале используется, например, для proof of concept, для каких-то решений. Из вещей, связанных с наймом разработчиков, я, к сожалению, вам подсказать не смогу, потому что это не входит в мой технологический стек, хотя я должен тут ориентироваться. Этого достаточно или есть еще какие-то вопросы конкретные? Ну, конкретно, может быть, и нет, но… Какие сейчас есть… Вот вы говорите о том, что некоторые языки работают только под Windows, некоторые только для веб-сервисов. Какие языки сейчас у нас есть для конкретно Mac-продукции? Для Mac-продукции сейчас это у нас Swift, тот язык программирования, который Apple 4-5 лет назад выбрал как альтернативу тому же самому Python. Они его продвигают как первый язык для программирования. На Swift предполагается то, что вы в первую очередь сможете легко делать какие-то iOS или Mac-приложения, но также можно посмотреть то, что на нем пытаются писать сервера. Вот, такие варианты я видел, но, скажем так, насколько легко находить разработчиков для того, чтобы это саппортить. На текущий момент это не является мейнстримом, потому что вот эти вот языки, которые я сказал, ну, наверное, за исключением .NET, они являются мейнстримом для написания в первую очередь веб-бэкэнда. Вот это все, еще раз повторю, это для веб-бэкэнда. Вот, если мы говорим об enterprise-бэкэнде, тогда это, во-первых, .NET, во-вторых, наверное, стоит сказать, что бэкэнд может быть для того, чтобы обеспечить крутой перформанс, чтобы оно все быстро работало. Не быстро разрабатывалось, а быстро работало. Вот, тогда это могут быть плюсы, C++. Если говорить, ответим на ваш вопрос, насчет того, что на чем можно сделать приложение под Mac, под iOS, тогда это будет разновидность вот C языков. Мне уже показывают 0 минут, но я доотвечаю на ваш вопрос. Это objectives, когда это синтаксис такой же, но другие API. А у меня есть время ответить на вопросы или уже все? Да, хорошо. Я ответил на ваш вопрос? Тогда отдавайте микрофон, сейчас дадут кому-то другому. У кого еще вопросы? Я вас таки усыпил. Хотите кофе? Вот там вопрос есть. Сейчас, секундочку. Да, и не стесняйтесь задавать вопросы, потому что лучше один раз задать вопрос и, может быть, выглядеть глупо в своих глазах и только в своих, чем выглядеть всю жизнь глупо. Серьезно, задавайте вопросы. Вот скажите, вы говорите... А, да, да, смотрите, тут подарки есть. Я еще должен буду определить, чтобы меня потом убили, да? Три вопроса, хорошо. Я думаю, что вот тут девушка задавала вопрос по ходу выступления. Сюда мы первый сразу же отдаем. За смелость. А, смотрите, вы говорили, что вот многие мигрируют, и вы сушли с PHP. А вот интересно, вот сейчас развивательный эликсир, да, голанг. Кто, по вашему мнению, больше вот мигрирует на вот эти языки? То есть, ну, какие разработчики в первую очередь захотят туда уйти? И почему, ну, уж какая вот прелесть этих языков? Давайте скажем прямо. Прелесть языков — это понятие, которое придумали маркетологи для того, чтобы переманивать свою инфраструктуру других разработчиков. Вот, потому что на самом деле сложности, они в людях, не в технологиях. То, что нам действительно очень часто разработчикам там с инженерным складом ума нам прикольно покопаться с новым инструментом, может быть, что-то изучить для себя. Ну, вы посмотрите на там вашего сына, если он, получив новую игрушку, первое, что делает, ее разбирает, ну, стопудово войти пойдет. Вот, поэтому кто будет переходить в эти языки? Вопрос, есть ли у человека желание в нерабочее время попробовать? Может быть, прийти на конференцию, послушать и потом притащить это в свой проект и огрести от продажек-менеджера? Нафига мне это здесь? Где я потом разработчиков буду находить на этом? Вот, но тем не менее, какие-то из подходов, каких-то языков, они проходят проверку рынком. Пример такой, это Node.js. Вот сейчас то, что я говорю. Потому что многие стартапы, за счет того, что проще посадить одного разработчика, чтобы он напедалил и фронт-энд, и бэк-энд, потому что и то, и то, и то на JavaScript. Вышло то, что стартапы смогли быстро выйти на рынок, завоевать свою нишу и таким образом укрепиться. Если мы говорим о GoLeng, то сейчас это, скорее всего, замена тем же самым плюсам, для того, чтобы делать какие-то производительные вещи. Вот Дима, например, комментировал то, что на рубях многие вещи сделаны. Он относится к компилированным языкам программирования. GoLeng относится тоже к таким же. И на нем сейчас тот же самый Docker реализован как именно инструмент. Кто сюда будет идти? Ну, я скажу так, явно не люди, которые остаются в Украине. Потому что на самом деле такие языки, как Elixir и GoLeng, они требуют более инженерной подготовки. Это не просто там наклепать формочки и сделать то, что нужно бизнесу. Это нужно немножко подумать. Это тяжело. По Elixir могу сказать следующую вещь. То, что это на самом деле язык программирования, который построен на базе Erlang, который вообще чистая математика. И там все тяжело. И с него слазить, как с тяжелых наркотиков сложно. Супер. Еще вопросы? Все хотят на перерыв, никто не хочет подарки. Жень, ты хочешь подарок? Не знаю даже. Никит, такой вопрос. А, да. Я его отрабатываю. Никит, такой вопрос. Ты вот рассказал про технологический стек. Это все клево, классно, модно, молодежно. Но ты не сказал про то, что некоторые ребята-бакенщики, их интересуют не только технологией, их интересует проект, на котором они будут работать. Это будет суровый интерпрайз, это будет какой-то стартап, это будет еще что-то. То есть вот или я прослушал, или как бы мы про это немножко не поговорили. Ну, я скажу честно. На самом деле ответ на твой вопрос заключается вот в этом вот слайде. Я тут еще говорил, что все, что было до этого по методологии разработки, это буллсчит. Потому что давай скажем прямо. Тип компании, в которой ты работаешь, он влияет на то, что ты делаешь, процентов, наверное, на 5, не больше. Влияют люди, с которыми ты работаешь. С моей точки зрения, разница между стартапом, аутсорс-галерой, уже устоявшимся стартапом, который перерос в продуктовую компанию, может быть, Team Extension, то, по которому я работаю сейчас. С моей точки зрения, это влияет крайне мало. Потому что, на самом деле, в тот момент, когда люди придут к вам на техническое интервью и пообщаются с теми людьми, которые будут их будущими коллегами, это им покажет значительно больше, чем то, что вы будете говорить. Мы Grammarly, мы продуктовая компания, или мы EPUM, мы отлично танцуем, мы топ-1. Потому что ключевой момент – это с какими людьми ты работаешь. И даже если мы говорим о тех продуктовых компаниях, которые, наверное, каждый из инженеров хотел бы работать в них, там, Microsoft, Facebook, Google. Вот, ну, Жень, я говорю в среднем по рынку, понимаешь? Я понимаю то, что ты сейчас там… Да, да, нет, нет. Вот, поэтому, ну, по этим компаниям, давайте скажем прямо, если вы работаете как рекрутеры, как талант-специалисты… Не могу это слово произносить. Вот, если вы работаете на том, чтобы продвигать бренд компании, если вы, получается, участвуете в жизни разработчиков, не только после того, как вы их наняли, но и потом пытаетесь выполнять роль и people-партнеров тоже. Вот, в Global, например, первые три месяца человек, который нанимал специалиста, он участвует в one-to-one-ах совместно с people-партнером для того, чтобы смотреть, как происходит процесс адаптации персонала. Вот. Я считаю, что это даст больше, чем если мы говорим о продуктовой компании на 150 человек. Ну, это мое личное мнение, Женя. Я надеюсь, я ответил на твой вопрос. Да. Сейчас, секундочку. У меня небольшой вопрос по поводу стартапов. Ну, то есть, насколько мы знаем по статистике, чаще всего это так себе затея доверять им, потому что чаще всего они проваливаются. Ну, да, это нормально. И насколько рекрутерам, фрилансерам стоит браться? То есть, насколько в голове разработчика стартап — это что-то крутое? Я отвечу, это наоборот. На примере моего последнего провального собеседования с ребятами из стартапа. Во-первых, меня собеседовали два кофаундера. Во-вторых, после того, как прошел этот бла-бла-бла-шутинг на протяжении первых пяти минут, первый вопрос, который они задали мне, это о чем вы гордитесь своей жизнью? Дальше разговор был в стиле классической мотивации. который на самом деле опытные разработчики просто отсекают. Потому что в стартапах ключевая проблема — это как вырасти, когда нет денег. И они пытаются это делать на основании мотивации нематериальной. Они не могут, если они на стадии пассивной или прошли первый раунд инвестирования, платить конкурентную зарплату. В результате они предлагают какие-то эфемерные опционы, и, как правило, разработчики на это не согласны. Потому что, а смысл мне сейчас терять, если тут непонятно, зачем мне это твой продукт, ты вкладываешь. Если мы говорим с вами о тех стартапах, которые уже нашли финансирование, и можно сказать, что они на пути в продуктовую компанию, то такие стартапы насыпают нормально денег. Но чаще всего они релацируют разработчиков в Украине, если они из Израиля. Что такое работать с Израилем, не мне вам рассказывать. И тут дело даже не в том, что, скорее всего, вам придется работать в воскресенье, а в пятницу у вас будет выходной. Поэтому я скажу так. Стартапы — это отличные возможности, но тут просто каждый из разработчиков выбирает сам. Я считаю, что самый лучший вариант, если вы хотите помочь стартапу найти своих разработчиков, делать это на специализированных конференциях на стартап-тусовках. Потому что там будут как раз те люди, которые хотят в рамках своей работы менять мир. И в стартапе то, что пытались сделать со мной эти два фаундера, это продать идею. Если вы сможете продать идею стартапа, тогда, может быть, разработчик пойдет работать в ущерб своим финансовым интересам. И, может быть, он, получив опцион, сможет сорвать свою единорога и стать таким же богатым, как… Подставьте имя любого стартапа, который выстрелит. Ян, задавай вопрос. Меня пока не выгоняют. Спасибо. Я задам вопрос по поводу технологий все-таки. Вы сказали, что .NET только для Enterprise. То есть у нас все-таки вопрос, может ли использоваться, с вашей точки зрения, .NET для веб-приложений? Потому что по опыту у нас уже есть такие. Да, естественно, он может. Почему нет? Давайте скажем прямо. На любом инструменте можно сделать все, что угодно. Вопрос в том, насколько это будет целесообразно с точки зрения бизнеса. Потому что если у тебя есть разработчики… Ну, бизнес уже это утвердил. Ну, если бизнес это утвердил, окей. Но вопрос заключается в том, будет ли у этих разработчиков необходимый опыт для того, чтобы построить правильно, в том числе front-end. Потому что если вы возьмете, посмотрите fullstack разработчики… Fullstack.net. Fullstack.net архитектора. Класс, да. Или как у нас там, senior researcher. Вот такие вот вещи. Не, ну вот вы смеетесь, а я действительно… Для меня вот появление там несколько лет назад ресерчеров в вашей сфере, мне это показалось странным. Я понимаю ресерчер в сфере продаж. Это круто, это нужно. Но вот тут вот эти вот специализации… Дотнет, с моей точки зрения, является отличной платформой для того, чтобы реализовать вещи, связанные с Microsoft Stack. Вот, когда мы идем в сторону front-end, вот, там по-любому нужен будет, получается, JavaScript, HTML. Вот. А будет ли специалист на дотнете в нем разбираться точно так же, как front-endщик? Если нет, тогда требования будут такие же точно, как backend-разработчик. Я много времени посвятил вот подходам, не языкам. Вот. Почему? Потому что вот эти вот, например, требования, такие как тот же самый… Сколько у меня тут слайдов. Вот. Вот эти вот вещи, они будут работать в любом из backend-приложений. И проблема, которая есть на самом деле, сейчас там, например, в мире Node.js, ты открываешь резюме Java-разработчика, у него там 10 лет опыта подтвержденного, там 3-4 места работы, где он работал по 3-4 года. Вот. Открываешь резюме Node.js разработчика, который презентует себя как senior-разработчик, у него 4 года опыта работы, из которых полтора года на Node.js. Это та ситуация, которая сейчас реально есть. По дотнету, ну, это моя точка зрения, может быть, я просто не работал с дотнетом настолько, чтобы дать вам другой ответ. Спасибо.